Продолжение следует... 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 а для описания теории сильных, электромагнитных и славных взаимодействий. В этой теории имеется такое замечательное явление, которое называется инстантон. И эти инстантоны были открыты много лет назад, в 1975 году, вместе с сравнениями, которым они подчиняются, с сравнениями самодуальности. Инстантоны являются классическими решениями уравнений МНС. А инстантоны, почему они важны в парламенте, тем не менее? Потому что они описывают такие процессы, вот, насколько вы знаете, что это в парламенте механика, то вы понимаете, что есть такое явление, называемое туннелированием. Существуют квантовые теории перехода, которые невозможны классическим, но, возможно, квантовые теории. Если, значит, мы возьмем, например, такую частицу, в таком потенциале, который лежит в одном из вкладных инсталин, в одном из минимумов, в левом, или в рамках, то по классическим представлениям она там и остается лежать, по квантуму она может просачиваться, за счет квантового эффекта моделирования между барьерами. И вот, когда этот барьер достаточно широкий, достаточно высокий, то просачивание происходит по траекториям, связанным по старости времени, связанным с классическим решением уравнения движения в минимум времени. И вероятность, амплитуда вероятности перехода из одного минимума в другой пропорциональна в е в степени минус действия, вычисленное классическое действие, вычисленное в минимуме трекласса. Вот эта траектория, это классическое решение является примером инсталин. А в калибровочной теории тоже важно было найти такие явления, такие траектории. Почему? Потому что после того, как в такой важной проблеме, в которой видеться лучше человечество, в то время была проблема конфайна, проблема невылитания кварка. Было понятно, что, скорее всего, кварки и глионы, которые описываются в калибровочной, не агрия калибровочной теории, действительно описывают реальность. Было также понятно, что, с другой стороны, кварки никогда не кварки, вообще цветные объекты, цвет это аналог электрического заряда в неамином случае, цветные объекты никогда не могут быть рождеными в каких-то столкновениях частиц. То есть, как бы, мы сталкиваемся, значит, все частицы нормальные вылетают, а кварки, пытаясь возвеститься, не могут это сделать, между ними вырастает такое притяжение, растущее с расстоянием, которое не дает им их сделать. Вместо этого они объединяются в бесцветные объекты, и, таким образом, кваритальные. Как можно это было объяснить? Это можно объяснить очень просто, формально очень просто. Как было заметено, если симметрия не нарушена, калибровочная локальная симметрия, да, теория, калибровочная теория обладает симметрией, калибровочной, которая называется калибровочная симметрия. Вот уравнения электродинамики могут быть написаны, записаны, как в каком-нибудь. То есть уравнения электродинамики, там имеется электрический поле маркетинга, вместо этого ему будет удобно внести реакторный потенциал, амилотекс, а внедроженность электрического магнитного поля объединяется в антисиметричный такой тензор второго рамя, который выражается через вертолинамики. Таким образом, действие пишется, как интеграл 3,4х, но я считаю, как влияние для время международного поля и вообще рассматриваясь и в клиентом ситуации и в клиенте и в клиенте вызывает 4 координаты, как что x, x, x сегодня здесь x1, x2, x3, x4, 4 координаты сошли чуть-чуть попутнее. Да, что же в турббере годы, значит, действие сравняется интеграл от R-меню в квадрате по царяющимся значкам не делится в суммировании, это проявляет действие это функционалом поля амюн, я сейчас говорю о квадрате среднемонке, и в этой теме имеется, кроме симметрии пространства лиминой, имеется еще хлебровочная симметрия. А на амюн, если мы поле амюн заменим на, сделаем с ним такое, какое-то звание, это какая-то функция, это предида, любая предида, то далеко не меняется даже упряженность в поле, не говоря уже отдельно, значит, имеется такая симметрия. В неабелевом случае эта симметрия становится неабелевым, вот в этом случае эта симметрия называется симметрия из унитарной группы О1, элементом которой может быть названа вот такая, что кожа, например, ну или, уж раз я так пишу, наверное, вот так, на самом деле. Такая матрица, ну еще, вот. То есть есть локальная симметрия, в каждой точке пространства времени, в точке Х, мы можем совершать независимые такие вращения из группы О1, и есть ли при этом остается и вариант. Значит, неабелевые теории все тоже так же, но вместо этого наше поле становится, поле становится больше, что-то еще, а по старому, скажем, в раздельшем случае, когда группа СО2 принимает три значения, и действие примерно выглядит аналогично к этому, а группа увеличивается, можно совершать вращение из группы вращений, в этом случае в трехмерном, в таком цветном пространстве. есть и остается и вариант. При этом, в отличие от электродинамики, так, если в электродинамике чистый свет ни с чем не взаимодействует, и сам с собой нужны электроны для того, чтобы передавать эти магистики, то в неабелевом, при неабелевом, каком обобщении в этой теории, уже свет является сам светящимся. Теперь мы можем рассмотреть какой-то объект, который преобразуется под действием вот этого же карибровочного преобразования. в электродинамике, это может быть какое-то комплексное поле, френтекс, которое описывает какие-то заряженные частицы, и которые при этом преобразованием преобразуется вот так. пример цветного объекта. Аналогично в неабелевом случае происходит такое преобразование. утверждение заключается в том, что амплитуда перехода из точки Х в пространство времени в точку Y, которая в амплитуре поля пропорционально двухточечной функции, амплитуда перехода преобразуется, как вы видите, умножается на на эту самую, ну понятно, как он, к реаборизованию, преобразовается на если вене от X минус F от Y. С другой стороны, поскольку в теории у нас есть симметрия, и если симметрия не нарушена, такая преобразовательная функция должна равняться сам на себе. Но это значит, что вот это равно этому, и отсюда следует, что амплитуда равна нулю, если точки не совпадают. То есть ни на одно расстояние, не равное нулю, заряженные частицы в калибровочной теории пуль формально, как это рассуждение не может быть. Ну, на самом деле мы знаем, что электроны существуют, распространяются, наблюдаются, хотя являются заряженными объектами. Это некоторым образом в электринамике объясняется, а вот для того, чтобы теперь тот же самый аргумент, мы можем применить и в теории описывающий кварт, кварт и глион, и спросить себя, не происходит ли, не заключается ли не вылетание цветных объектов, не вылетание кварта, не распространение в одиночку кварта, результатом того, что симметрия не нарушена. Да, ну, примером такого нарушения симметрии и явления, примером того, что симметрия может нарушиться и станет на то, что само само уравнение движения, само габельтониан, само действие обладает этой симметрией, это явление стандартное нарушение симметрии, является, стандартный пример – это фермагнетика. Фермагнетики спины, магнитные моменты атомов, если мы будем взаимодействовать между собой атомы, если мы повернем одновременно все атомы на какой-то угол, то от этого энергия не изменится, поэтому нет никаких выделенных направлений. Тем не менее, ниже точки пюри атомы предпочитают спины, атомы предпочитают смотреть в одну сторону. Вот это спонтанное нарушение симметрии. Происходит оно здесь или нет? От некой работы, замечательной, физики Березинского, как специальные процессы, специальные частицы, это была трехмерная ситуация, может препятствовать тому, что симметрия нарушена. Там, в этом случае Березинского, эти были вихри. Поэтому инстантоны искались как целенаправленно, как такие процессы, как классические решения уже для эфиридовой теории четырехмерного пространства, то есть три пространственных изменений плюс одно мимое время, как решение классических поравнений, которые могут привести к этому явлению. Для этого привести к препятствиям нарушению симметрии. Ну вот, я дальше об этом не буду говорить, они, значит, эти экстатуры, тем самым, были обнаружены, так сказать, целенаправленно для того, чтобы объяснить компанию. Ну, на самом деле, конечно, это только качественное такое было предположение обнаружено, поэтому можно было думать, что они действительно это объясняют. на самом деле инстантоны объяснили, так называемую одну проблему. Проблема того, как я скажу вам, там, что эта лизон является более тяжелым существом, чем компенсационным. и, ну вот, теория, о которой я, может быть, буду говорить, в калибровочной теории суперсимметрична, действительно, где было найдено точное решение, действительно было продемонстрировано, что благодаря, что эта теория, благодаря статтонам, действительно имеет место контракт. Ну, это о калибровочной теории, два слова. Думерные конформные теории поля. Думерные конформные теории поля возникли таким образом. Вот есть, когда, опять же, в 70-е годы стало, после успеха не обеих калибровочных теорий, а в первых, прежде всего, построение теории слабого взаимодействия, и единая теория слабого или примагнитного взаимодействия, возникла мечта получить теорию всего на основании калибровочной теории. Для этого действительно существует много вариантов для того, чтобы построить такую теорию, по ничему, реальной теорией, для объединения взаимодействия слабого электромагнитного и сильного взаимодействия, но существует еще реакционный взаимодействие. Поэтому, значит, возникла эта в силу проблемы самосознанности, которая называется проблемой перенормированности и неперенормированности теории, было невозможно сделать, оставаясь, во всяком случае это не придумано до сих пор, оставаясь в рамках калибровочной, в рамках теории поля. Теория поля – это теория, в которой, кроме всех основных принципов, таких как культивисты, реальность, калибровочные реальность и так далее, есть еще один принцип, что основным фундаментальным объектом природы является точечная частица. Точечная, почва. В начале 70-х годов, для развития технологических подходов теория сильных взаимодействий. Возникла новая теория, новая идея, теория струн. В этой теории фундаментальным объектом основное изменение заключается в том, что фундаментальным объектом является одномерный объект, бесконечно тонкий, одномерный объект, который называется струна. – это теория струна. Но струна, как атом, в разном своем состоянии, в планке состояний может рассматриваться как частицы, тем самым он описывает много частиц, если под частицами понимать состояние атома. так струна, она эквивалентно оккумулирует от себя различные частицы. Все может быть описано, в принципе, и в рамках частиц, и в состоянии струны без конечных количеств, так что частиц – без конечных количеств. Но, значит, позитивная проблема квантования страны с самого начала. Оказалось, что в четырехмерном пространстве не удается построить, выполнить все принципы, которые должны быть. В частности, принцип унитарности. И для того, чтобы… Ну, удавалось это сделать, удавалось это сделать в специальных только размерностях пространства и 26. Вот такое число для обычных струн, и понятно, что это далеко от четырех размерностей, в которых мы живем. Дальше третий стали рассматривать суперстрону, фермионную струну, а потом суперстрону. При этом размерность слегка понизилась в пространстве времени, где удавалось построить такую теорию непротивлечивую. Это замечательная такая теория суперстрона, которая до сих пор живет и развивается, но все-таки число измерений есть. Что делать? Одно из направлений… Обширный объект. Одно из направлений было для того, чтобы описать все-таки реальность, то есть четырехмерный мир, заключалось в том, что представить себе, что шесть из десяти измерений спонтанно коммунтифицируется. То есть являются такими маленькими, что их в наших экспериментах, не только как униоруженно-глазу, но и экспериментально, не видят, не скоро увидят. Надо было придумать, объяснить эту физику спонтанного решения симметрии, то есть такой коммунтификации, получить реалистическую струну. Это одно направление коммунтификации, типа колосок лета. А другое направление было, вот в нашей стране, значит, придумана работа полякова, который задумался всерьез, а почему не получается нам прокладывать струну в призвольном числе измерениях, когда д меньше двадцати шести, в случае бозонной струны, в случае флюем, построить струну вот в нефрактической, согласованной теории в нефрактической разметности. Оказалось, что возникает это, если делать все, описывать эту струну таким инвариантным образом, то нужно вести кроме… Вот струна, эта частица распространяется, ну как мы считаем, в квадратной механике, время, пространство, пускай, одновременно, частицы из одной точки в другую, за время. Мы смотрим, можем посмотреть некоторую траекторию, которая соединяет одну точку с другой. И на этой траектории, ну, в зависимости от того, как она, в частности, с какого она двигается, потенциально, эта траектория соответствует функционалу действия, а классическая теория Тейстер является функционалом от этой траектории, которая начинается в момент фрегменте от точки X1, заканчивается в точке X2. Есть некоторый функционал, а реальная траектория, и это и есть классическое уравнение движения, описывается той траекторией, на которой действие является минимально. В квадратной теории мы должны просимнировать по всем траекториям это интеграл, тот интеграл, тот интеграл, тот интеграл. Частица при своем распространении описывает вот такой лифт. А для струны так же. Струна распространяясь в пространстве времени изначального положения, вот она была в конечном положении какое-то, она, правда, заметает некоторую, уже, если здесь была одномерная лифт, то здесь двумерная поверхность, и мы можем тоже написать действие для этой струны, которая является функционалом, если является функционалом. Вот, X – это положение, да, X – это положение осталось-то. А теперь оно уже зависит от двух координат, описывающих строчку. Это мировая линия, а это мировая поверхность современная. А двух координат зависит, и это есть функционал, и мы должны найти минимум этого функционала, для того, чтобы найти реальную траекторию, по которой идет струна изначального отношения в конечном положении. Если мы… А в квантовой теории мы должны просуммировать по всем возможным, по всевозможным мировым траекториям. Так вот, для того, чтобы это описать правильно, как вариант, нужно ввести дополнительные, кроме вот этой причины, описывающие что такое, X – это точка пространства-времени, которая соответствует вот этому значению, параметров сигма и т, характеризующим двумерную поверхность. Так что это есть отображение двумерной поверхности. В Д-мерном. X вектор X принимает влечение в четырехмерном, скажем, пространстве, если струна из-за четырехмерной пространства. Для того, чтобы описать эти варианты, понял Коляков, нужно добавить еще метрику, двумерную метрику, которая живет тоже на этой двумерной поверхности. Вот. И дальше он понял, что когда мы начинаем вычислять квантовый интеграл по этим полям X и метрику, когда мы начинаем вычислять этот интеграл функциональный по этим поверхностям, то оказывается, что имеется, что мы не можем, несмотря на то, что метрика классически эта метрика является таким фиктивным ножным, который можно за счет симметрии, за счет перепараметризации поверхности и за счет еще инвариантности относительно растяжения. Можно было бы убрать, потому что у нас две координаты и еще растяжения. Три паража колокальных, а метрика – это тоже три. G1-1, G2-2 и G1-2, равные G2-1. Несмотря на то, что казалось, как она выглядит, на самом деле из-за квантовой аномалии, конформированной называется, конформированной аномалией, возникает динамика, эта визыка не отключается, возникает и взаимодействует со струной. И описывается это взаимодействие метрики теорией дополнительным слагаемым действия струны, и описывается теорией любви. Теория любви – это теория с действием таким, интегралом, это φ в квадрате, φ – это поле аллергия, плюс метр константа двести пи φ. Это двумерная теория тоже поля, двумерная теория поля, которая описывает метрику. Метрику можно привести к виду почти плоскому, очень комфортно плоскому. Плоский, растянутый, на некоторых множеств. Этих двух координат я буду проанализовать нашу поверхность. И вот из-за конторной аномалии возникает эта теория любви. Теория любви является первым примером двумерной конторной теории. Я вообще все объясняю, что это вторая часть этого заголовка. То есть для того, чтобы построить теорию струны вне экзетической размерности, нужно было решить двумерная конторная теория любви. Что было, ну, в какой-то степени сделано в работе 1984 года, поляковой Змолодчиковой магии, и потом эта теория развивалась. Значит, вот Инстантон, 1975 год. Прибросить теорию любви и теорию комфортной теории поля. Это еще до того, как показывают слайды, еще несколько маханий руками. И так имеется калибровочный теорий поля. Точнее, я хочу картину рисовать. Потому что, значит, о чем я хочу говорить. На самом деле, я хочу говорить о соответствии, о некотором соответствии, замечательном между одной теорией, четырехмерной экзетической теорией и двумерной конторной теорией поля. Это соответствие называется АГТ-соответствие. Это через первую букву. Алдая, Гайор, Натичикава. АГТ-соответствие. Между этими двумя темами. Вот я хочу нарисовать немножко. И объяснить, почему я... То есть не объяснить, а утверждение. Что я скажу. Вот как это замечательно. И так имеется калибровочная теория поля. Калибровочная теория Агнинса. И имеется суперсимметрическая теория Н-2. Именно суперсимметрическая теория Агнинса. Ну, суперсимметрия — это утверждение о том, что имеется... Вот просто симметрия заключается в том, как в исторической симметрии, в том, что разные частицы с разными свойствами, такие как протоны и нейтроны, скажем, обладают, или там квартой разных цветов, обладают одинаковыми состояниями. То есть мы можем сделать некоторые преобразования, приводящие одни частицы в другие, при которых и все остается неизменным. Но в обычных симметриях частицы, такие как фермионы и бозоны, не перемешиваются. Суперсимметричное преобразование именно их меняет. Ну, есть некоторая Н-2, суперсимметричная теория Агнинса. Значит, она замечательная тема, это было замечено. Тоже в группе из ТФ, в которой было замечено, что это был признак того, что в ней имеются особые замечательные свойства. другое, конечно, признаком того, что замечательные какие-то симметрии имеются вообще в перебровочных теориях, является инстантон. Потому что инстантоны – это точное решение, сказать, классическую теорию. Оказывается, что и квантовая теория, вот эта теория, оказывается, точно решает. И это было замечено в работе Зайберг и Вильтона, точная решаемость этого, в которой, знаете, было точное выражение, предположительно. Это было сделано на основе, хотя это, так сказать, вполне объект, которому предполагается, что можно получить точный объект, собственно, он точно сформулировал точный ответ, но было сделано на основании всяких предположений. Зайберг и Вильтона, в 1094 году, в 1094 году. И после этого был полчок на развитие всей теории, в теории Струн был. И, кроме того, эта работа, в которой утверждалось, что они нашли точный ответ для этого действия, описывающего в теории, в Энд-Вассу, как симметричная теория, со спонтанным нарушением симметрии, скажем, если калибровочной вдруг была СУ-2, то предполагалось, что мы рассматриваем ситуацию, когда она нарушена до группы У-1. Я уж не буду сейчас объяснить, что это мое спонтанное нарушение симметрии. И, плагом, что они в этой теории нашли точный ответ, который описывает у меня частицы поля, остающиеся без массы. Но это ответ нужно было проверить. Что было сделано через... Ученые попытались точным вычислением, честным точным вычислением, проверить этот ответ хотя бы квазеклассический. Когда вы вычисляете функциональный интеграл в базе классический, то у вас, естественно, вы учитываете седловые точки. Роль седловых точек играет инстантон. Мы вычисляем интеграл по сумме вкладов инстантонов. Инстантон характеризуется числом n, количеством своим, можно сказать, или этапологическим числом, то то же самое. Вот в виде суммы по этапологическим числам инстантон образует целое семейство такое. То есть, инстантон... Инстантон — это не такое изолированное минимум действие, а это множество минимумов с одинаковым значением действия. Ну, скажем, одно инстантонное решение — это решение, которое... Это такой... Такая... Вплеск надлеженности, пространства, времени, который где-то локализован, в какой-то точке имеет некоторый масштаб. Оказывается, что можно его двигать как угодно, и не от масштаб как угодно, а от этого действия не меняется. То есть, это целое пятипераметрическое семейство. Это одно инстантонное решение. А можно лучше сказать, восемь. А может, имеется еще возможность калибровочно повернуть этот инстантон. Теперь есть n инстантонов, которые можно двигать относительно друг друга как угодно. И это, значит, 4n параметра. Их положение в четырехмерном пространстве каждого, плюс растягивать каждый, плюс поворачивать каждый. Вот эти параметры можно удобно рассматривать как координаты на некотором конечномерном пространстве. Это пространство называется пространством модуля инстантонов, о котором пойдет речь дальше. Так вот, люди пытались это вычтить. Это группа Дори Хазе Матиса, их группа Нуша, и потом кое-гуда. Английская группа почти в течение 10 лет. Но они много чего сделали. А потом, в частности, используя эти работы, Некрасовым, а также Флюмой и Богосянам, были вычислены эти интегралы функциональные, отличающие вклады n инстантоновных решений и проверяющие ответ Зайпер-Геринтон и Зайпер-Геринтон. Ну и наличие условно Зайпер-Геринтон. Условно Некрасов. Опустим, давай. Некрасов. Этот ответ был получен точно, и было проверено, что действительно ответ Зайпер-Геринтона является точным. Некрасов получил... Значит, итак, исходный есть Интеграл мы сняли. Интеграл, который является Функцией от некоторых параметров. Он является функцией от параметра А, который характеризует... который является параметром спонтанного нарушения висимпетрии Величину вакуумного среднего скалярного поля, которое символизирует нарушение, антарное нарушение светлеи. Есть параметр А, есть параметр А, есть параметр А, есть параметр А, есть параметр еще два параметра. Можно быть равна, что он завел первое приближение к объединению, которое называется миграторскими параметрами. Дело в том, что для вычисления нужно нам сделать так, чтобы обороть инфракрасную расходимость, то есть связанную с тем, что пространство времени является бесконечным миром. Нужно ввести инфракрасное обрисание, такой ящик. Есть параметры, это такой умный способ введения этого ящика, который не нарушает других замечательных свойств этой теории. Вот, значит, эта величина была вычислена, а с другой стороны, из нее снятие, когда мы снимаем этот объем, с тремя бесконечности, было действительно проверено и доказано потом, что действительно получается ответ за этот крим. Вот, теперь важная роль здесь играет пространство модулей. Пространство модулей, пространство модулей, я не хочу помнить, для краткости, модулей space, инстантом, то есть пространство, пространство параметров, пространство параметров инстантом, это важный роль, потому что функциональный, исходный функциональный интеграл, в этом методе выводится, вы хотите перерыв сделать? А можно перерыв? Без перерыва нельзя? Ну еще 10 минут до перерыва. Пять, десять минут, а потом можно делать первые перерывы. Я так понимаю, еще десять, восемь минут, пять минут перерыва, еще десять. Можно? Я вообще никого не выпускал никому-то, а то вдруг не приду. Я просто читаю слова, которые играют роль в этой перепровочке модулей space, еще там будут какие-то слова. И вот, да, статсума не красна. Я лучше дать им приведен запрос, все их и так и на них. А вот, статсума не красна. Статсума, слово статсума обозначает просто функциональный интеграл. Вот это и есть статсума не красна. Да, идея, что вы ее сегодня называли. Статсума, прям, не красна. А, значит, в результате получилось. Ну ладно, что я расширил. То есть теперь с другой стороны они имеются на примерной конторной теории поля. Дубежная теория поля или теория любви. 2D CFT конторной филации. Или теория, простейший ее пример, теория любви. В этой теории, значит, в этой теории имеется, что, как говорится, в первую очередь, высокая очень симметрия, бесконечная, как говорится, симметрия, которая описывается алгебра Верасора. А в простейшем случае, в случае любви. Дальше, а благодаря этой симметрии, оказывается, как в любой теории поля, вот конторной теории поля удобнее описывать, то есть неудобнее, а не придумано другого способа, все, кроме двух примеров, описывать, как так называемый метод быстрак. Что такое быстрак? Быстрак – это такая попытка вывести все, ввезя небольшое количество предположений, которое заведомо выполняется в данной теории. Ну, как, в принципе, геометрия и вклеты так устроена, взяты каких-то пять свойств, и из них выводится все. Можно было взять десять других каких-то теорем, из которых можно было вывести и эти аксиомы, и другие свойства. Взять небольшое количество, и дальше, не входя в противоречность правильной ролики, вывести все. Пострак стартует не с логринжанным, просто пострадным подходом, а с таких общих предположений, как то, что в любой локальной теории полей есть локальные поля. Значит, имеется, дальше мы рассматриваем теорию логиц-энвариант, значит, имеется логиц-энвариант. Локальную, значит, еще имеется тензор энергии импульса. Ну и так далее. Конформная теория поля прибавляет к этому, что тензор энергии импульса, след тензор энергии импульса равен 0. Отсюда сразу же появляются инварианты снять, не только относительно сдвигов, вращений, но и относительно растяжений. Но если мы предполагаем локальность, то на самом деле возникает инварианты относительно локальных растяжений. Группа растяжений, группа, включающая вращения, сдвиги и локальные растяжения, в пространстве размерности 3, 4 и больше являются конечными мерами, состоит из количества любого произвольного производства зависит от конечного количества параметров. И если у вас есть двумерная группа, число таких параметров является бесконечным. Это такое свойство в случае очень просто, потому что двумерная метрика dx1 в квадрате плюс dx2 в квадрате, dx1 плюс dx2 в квадрате, может быть написано, если мы ввезем z равный x1 плюс x2, может быть написано как dx за чертой, и если мы делаем приобразование, меломожное приобразование, например, в случае такие есть функции, да, то эта метрика переходит во что? d r по d z по модулю в квадрате, может быть минус первой степени на d z без чертой. число параметров это функция, то есть число параметров является бесконечным. и вот возвращаясь к такому бустратному подходу, в двумерной подходной теории фоли к этому присоединяется такая большая синтез. Кроме того, в бустратном подходе мы стартуем с предположения о том, что есть лоркальная инвалястра. нет уже? нет уже? нет уже? нет? ну, наверное, надо. да, хорошо. значит, в двумерной теории фоли мы предполагаем еще, то есть в любой локальной теории фоли мы можем предположить, что имеется некоторая амбра, некоторые локальные поля, которые образуют, во-первых, линейные пространства, то есть у них бесконечное количество, мнение независимых, мы можем выбрать некоторый базис, по которому и любое поле данной точки можно, по этому базису, разложить. и кроме того, можно предположиться, что эти поля образуют поля, то есть любое значит, основным объектом тогда является, давайте назовем этот, эти основные базисные поля, а и ответственность, или, предположите, счетные имеются, счетный базис, один, два, три, это такие поля, локальные поля. Значит, интересуемся мы в теории корреляционными функциями. Корреляционные функции описывают нам все, что нужно, точными корреляционными функциями. ну, это может быть под знак национальный интеграл, потому что вот эти скобки означает, что мы считаем национальный интеграл, а аиты – это какие-то локальные поляки, паскалярные, полио-квадрат, то есть в одной точке взятые. Вот. И кроме того, есть это аксиомо-операторный алгебр, который говорит о том, что любая точная функция может быть выражена через линейную комбинацию n с одноточной функцией. За счет того, что любую пару полей здесь мы можем заменить на линейную комбинацию на линейную комбинацию. Значит, вот так. ae от x на j от y поменяется сумма cjk a k от y где? Это поля в разных точках, а вот получилось поле линейной комбинации полей в одной точке. а это просто числовые функции. А это в отличие от этого. Это поле. Если мы знаем вот эти коэффициенты, которые называются коэффициентами кратерной алгебры, то мы тем самым можем выяснить все коллекционные функции в связи с культу. Это аксиомо-операторная алгебра. Вот. Оказывается, что гумерные комбинации очень эффективно комбинируют эти две аксиомы дополнительные о коэффициентах и обыкратах на алгебры можно их проклассифицировать. И многим можно решить. В частности, можно найти величину, которая называется комфорный блок. Эта величина, комфорный блок, это такой основной элемент для построения четырехтонечных функций, которые выделены среди всех n-точных функций, очень выделены эти четырехтонечные коррекционные функции. Четыре штуки. И четырехтонечные коррекционные функции устроены как такие линейные комбинации некоторых специальных функций называемых конфорными блоками. А в соответствии это утверждение о том, что при правиле отождествления данных здесь и данными здесь являются конфорные возможности по ним некоторая константа называемая концентральным зарядом на самом деле как константы взаимодействия данных конфорных теорий поля в принципе при данном отождествлении параметров конфорных теорий поля и в этой теории поля статсума Некрасова совпадает с конфорными блоками в точно в частности дают поскольку статсума Некрасова получен точнее явным поражением тем самым мы получаем точные просто ответы для конфорных теорий поля спрашивается почему это так здесь имеется симметрия с этой стороны симметрии все 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 и все все Так, и я хочу свое введение на любом приближении, так сказать, если закончить. Введение, точнее, на любом приближении. Значит, итак, дуэльной конформной теории поля, просто ключевые, так сказать, слова, дуэльной конформной теории поля характеризуется чем? Проферизуется, например, комфорный алкоголь. Почему я говорю комфорный алкоголь вместо, казалось бы, комфорный алкоголь однозначно «мероскорда». Это не так. Это лишь простейшая теория конформной теории поля. характеризуются этой алгебры, и даже они, иногда у них повышенные симметрии. Вот скажем, модель изинга в точке перехода, у нее алгебровый рассор, на самом деле у нее побольше алгебра. Алгебровый рассор расширенный там алгебры майорамских безмассовых элементов. Модель три критического изинга есть такая модель. Следующая, она тоже является конфорной теорией поля, критической точкой, и у нее тоже есть конечная рассора, но она на самом деле расширена. Но в принципе, значит, когда конфорная теория поля, есть класс конфорной теории поля, который вызывает алгебры и рассора. Но в принципе конфорная алгебра может быть больше, причем существенно, больше, чем рассор, но она включает в себя и рассор. Рассоры — это чисто вот такие конфорные преобразования. Это плантовый вариант, конфорная алгебра. Конфорная алгебра называется такое преобразование координат, при котором метрика растягивается, испытывает локальное растяжение. Вот определенно. Просто можно дальше как упражнение решать, увидеть, что в двумерном случае найти, что получится в трехмерном, четырехмерном случае. Вообще в двумерном случае получится так называемая комфорная группа, которая от конечного числа параметров зависит. А в двумерном случае он дается преобразование, который с пеломорским преобразованием, который относится. Значит, вот эти преобразования, точник фантовый вариант, то есть алгебра и рассора, всегда включились. Как август, конфорная алгебра. Дальше имеется в любой теории, в конфорной теории поле имеется такой объект, как конфорный блок. Конфорный блок — это такие функции, из которых строятся уже все возможные неточные координационные функции. Оказывается, что в умерной конфорной теории поле любая точная координационная функция устроена так. Это и есть сумма конечного или, можно сказать, бесконечного числа выражений, которые являются квадратными. Устроена так, короче говоря, любая координационная функция. В каждом четырехточных координационной функции, я говорю, для модели есть три сигма-четыре в разных, то есть это точки подчисляется. В поле сигма — это спиновое поле, в точке X1, X2, X3, X4 — это и есть сумма. Некоторые функции — и функция, вот, то есть координат, Z1, Z2, Z3, Z4, 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 Z4. Я всегда могу формализовать вот так. Точки по модулям в квадрате. Меломоргтные координационные. По моделям в квадрате. Моделизменно таких функций есть два. И вот это типично. То есть точные функции в любой теории — это всегда такое велинейное выражение. Это конформный блок. Вот эта функция называется конформным блоком. И вот это соответствие, это и есть утверждение о том, что такожные блоки совпадают с татсунными микросфорами. Точно при правильном отождественном параметре. Теперь еще важным здесь объектом является структура APE, Operator Product Expansion. То есть аутбра. Вот это и аутбра. APE аутбра. Аутбра характеризуется чем? Ну, во-первых, тем, сколько у нас имеется полей всего. Аутбра характеризуется, в первую очередь она является линейным пространством. А кроме того, характеризуется тем, как устроено умножение, так сказать, в данном случае. То есть в результате, чему равняется произведение двух полей в разных точках, как оно выражается через поля в одному точке. Это дается трехточными функциями, коллекционными, или, так называемыми, структурными константами, пространными алгебрами. И их, естественно, базис в пространстве по ней можно выбрать по-разному. И при этом структурные константы будут меняться. Утверждение об этой соответствии заключается в том, что существует операторная алгебра, вот там, где это на этой соответствии, еще скажу, существует такой выбор базиса в пространстве локальных полей, при которой структурные константы приобретают явный и очень простой вид. Такое выражение явное факторизованное от своих, и тоже совпадающее с одной из статсун некрас, так называемой статсун для эпифундаментального представления. То есть, когда мы рассматриваем не чистый админус, а и не админус, который присоединен гипермонтиплет, а я админус-группой, скажем, СУ-2, и имеется предсоединенный гипермонтиплет, являющийся фундаментальным по одному, одной группой, и фундаментальным по-другому. Это называется фундаментальным представлением. И вот, пишите ответ на алгебры, через них выражается. То есть, имеется вот такое замечательное совпадение. Вот. Теперь, очень важную роль в этом играет, как я говорю, пространство модуль, пространство такое, которое отписывает пространство инстантонов. На этом пространстве обладает такой инвариантностью, которая происходит... Инвариантно относительно... Я сейчас напишу формулу, там листать потом. Инвариантно относительно таких агелевых... Группы агелевых преобразований, которые происходят... С одной стороны, это и... Равняется некоторой подгруппе агелевых, подгруппе лолинской преобразований и подгруппе агелевых, подгруппе калибровочных. Калибровочных преобразований. Короче говоря, пространство модуль, которое нужно воспринимать как такое многообразие. Многообразие, условно так, нарисовало. То есть я фиксирую N, инстантонное число и металлогический заряд. И тогда это пространство размерности, как я говорил, ДФСУ-2, скажем, 8-мен. ДФСУ-2. Восьмимерное пространство конечномерное. Оно такое... Описание, которое я сейчас упомяну, нелинейное. Оно описывается как гиперповерхность, пространство большей размерности. И на этом пространстве действует такое... Агрио-турка. Ну, или математики называют агрио-группой ТОР. Ну, простейшая, агрио-группа – это группа вращения, окружность – О1. А если две окружности имеются, то это уже ТОР. Значит, это называется ТОР. А когда бесконечномерное преобразование, бесконечно малое преобразование, это называется векторная икода. Бесконечно малое преобразование координат, бесконечно малое движение на этих группах. Значит, которые сохраняют эту пространство. Значит, итак, есть векторная икода, или ТОР. ТОР есть. И есть, значит, и есть, что очень важно, В этом плане имеются точки, которые фиксируются, являются неподвижными по отношению к этой агрио-группе. Нулямят этого векторного поля. Полиэтилен, например, на самом деле. Его нулят. Ну, это как вот, не знаю, широкое можно рассматривать, как векторное поле. На земном шаре есть две точки, северо-южный полюс, которые являются неподвижными точками, относительно действия этого векторного поля. Значит, неподвижными точками, фиксированные точки. Есть такие данные. Вот на этом, скажем, вот в этом случае, про который я говорю, об СУ-2, в случае, окажется, и число фиксированных точек, которые есть, а значит, есть фиксированные точки, которые не двигаются по отношению... Специально. То есть, каждая точка соответствует пространственному инстантону, некоторому инстантону, некоторому решению классическому. Значит, вообще классическое решение можно как-то себе амилотекс, да, перебробочное поле. Теперь мы находим классическое решение, то есть то, которое удовлетворяет уравнением, там, обобщающее вот это уравнение, уравнение Максов, да. Находим у нас специальное решение. Ну, я грубо немножко говорю сейчас, уточни. Значит, пускай это решение не просто ректор инстантинциал, а удовлетворяющее этому уравнению. Я говорю, что, на самом деле, когда... Это более еще характеризуется, там, отличиной, которая называется технологическим зарядом, что таких решений много, и это можно записать так же. Это амилотекс, а также от каких-то дополнительных 8n параметров. Это параметры, характеризующие данные станции. Это все пространство. Теперь, на этом пространстве имеются фиксированные точки, то есть специальные инстантоны, я их называю некрасовскими инстантонами. Специальные инстантоны. Теперь, оказывается, что статсума некрасова, которая исходно была функциональным интегралом для некрасова, а потом этот интеграл превратился в интеграл вот по этому пространству, по пространству модерей в конечномерном пространстве, то есть конечномерном пространстве модерей инстантонов, он садится на вот эти фиксированные точки. То есть происходит явление такое замечательно называемое локализации. На самом деле, локализация, это можно еще назвать, это такое утверждение о том, это такая ситуация, когда квазиклассическое вычисление, то есть механическое квазическое вычисление, является то же самое. В своем однопетлеовом, на самом деле, приближении, дает точный ответ. Вот здесь оказывается, что в этой теории именно это происходит. И в этом случае, когда работает теорема локализации, интеграл, вот этот интеграл пространства модуля, является суммой просто по этой фиксированной точке. А каждая фиксированная точка характеризуется парой, парой, нумеруется парой диаграмм Юнга, числом клеток, равным тотологическому числу. Суммы по этим точкам. Каждая точка характеризуется какой-то диаграмм Юнга. Ну, то есть такой таблицей, да? Такой таблицей, двумя таблицами, двумя таблицами с общим числом клеток. И надо перечислить все возможные пары таблиц, в которых есть эти самые, которые, и общее число клеток, которое равняется n, то есть это сумма с условием, что число клеток, я по модулю буду обращать, равняется цель в сумме. Вот здесь есть сколько? 4, 3, 8. Вот. Вклады, отклады для данной, отклады для данной, а это выражение совершенно не ямно выражается через что-то очень простое, через терминант, действие вот этого линейного реализования, которое становится в окрестностях фиксированных точек. Так что фиксированные точки, то фиксированные точки. Значит, спрашивается, почему это так? Вот оказывается, что можно спросить, а вот где консорная алгебра в консорной теории, куда она действует на пространство локальной таблицы? А спрашивается, а где эта бесконечно мерная алгебра в калибровочной теории? Ответ на это неизвестен этот вопрос. Может быть, он вообще не имеет смысла, я не знаю, ничего не меняет. Но, по крайней мере, понятно, что эта алгебра действует на на я позволю употребить такое слово на многих пространствах, модулях, которые нумеруются вот этими фиксированными точками. Ну, трудно сказать, на самих вот этих некрасовских инстантронах. То есть, надо воспринимать некрасовские инстантроны как базисы, как базисные вектора в некотором пространстве представления нашей алгебры, и на них действует эта алгебра. И еще, в этой алгебре, наконец, в этой алгебре имеется специальная 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 подалгебра коммутативная. Эти подалгебры, элементы этой подалгебры можно назвать интегралные движения. В связи с этим я еще хочу написать здесь интегралные системы, интегралные движения, то есть, ну, что такое интегралные движения? Это какие-то динамические величины, сколько-то, форсона, между которыми равны нулю. В классической теории коммутаторами, которые коммутируют фланговые теории. Вот, да? известные много интегрированных в этом смысле движений. Вход системы. Так вот, есть эта алгебра, конфорная алгебра, у нее есть некоторая коммутативная подалгебра, и она играет очень важную роль. А именно с каждым вот эти вот оказывается, что вот вот этот базис выбирающий на алгебре, о котором я говорил, он состоит из векторов, которые являются собственными по отношению вот к этим операторам, к этим интегралным движениям, к этим элементам пунктативной базы. То есть, тем самым еще здесь появляются интегрированными структурами во всем. Интегрированной структурой. Кроме того, еще есть математический выход, математический такой выход, потому что один из вопросов теории всяких бесконечно-мерных алгебов, теории бесконечно-мерных Это вопрос о базисах. Вот здесь естественным образом возникают базисы. То есть квантовые теории поля, геометрия, геометрия иностранственные модули, и лумерная и конторная теория поля, теория представления, геометрия, геометрия иностранственные модули, и сгибается этим образом в такой картинке. Теперь я хочу посмотреть, что там есть. Вот инстантон является решением уравнения самударности. Вот уравнение самударности. Вот здесь написано Амю – это векторный потенциал. Амю, который здесь входит, это векторный потенциал. Векторный потенциал неабилевой калибровочной теории является матрицей. Скажем, если калибровочная группа СО2, то это матрица Амю – это матрица 2 на 2, которая след равен ему. Эфимю тоже матрица 2 на 2, которая след равен ему. Теперь предположим, что мы рассматриваем задачу о полях Амю, ну, в клизму, как я сказал, пространства с действием, которое является конечным. То есть действие С там, которое равняется в этом случае. Это снова F в квадрате. Только поскольку это матрица осталась, надо взять след и взять интеграл подать 4. Мы положим, что мы рассматриваем только поля, у которых действия конечные, меньше бесконечные. Это нам нужно, потому что мы хотим рассмотреть траекторию, которая придается неналевой вероятности. Для таких полей можно показать вот этот интеграл. Что такое F ненедуальный? F ненедуальный здесь уже не поставлено тильда сверху. Это вот такая штука. То есть F1,2,2 равняется F3,4 и так далее. Это антисимметричный такой тенсор. Ну, попросту говоря, здесь написано F1,2, дуальный равняется F3,4, ненедуальный и дальше надо переставлять цифрически. Вот. Такие поля с конечным действием характеризуются вот этим целым числом, которое является топологических зарядов. Топологический заряд, значит, если мы провалируем немножко амин, то это чтобы не изменится. Вот действие изменится, а вот такой F ненедуальный. Здесь, да, здесь опущенный трейс тоже. Вижу всякие. Недочеты. Здесь тоже где-то трейс. Значит, эта штука является НГ. Вот. Ну, я говорил про конфаймент. Ладно. Теперь решение. Это уравнение называется инстантоном и характеризуется оно этими вот параметрами. И Г1, и Г8n, да, в простейшем случае. Параметры определено представляется как координатное пространство, которое называется пространством модно. Инстантом. Это еще, не знаю, они связаны, они называются коррективными координатами. Так же. Теперь. В 1994 году, используя разные свойства, как суперсиметрия, это магнитная дуальность. Так же, Эвер Квиттон. Предположили, из этих предположений вывели явный вид для, вот, вот, если энергетическое действие, которое уражается через препоненциал, Эвер Квиттон. Эвер Квиттон есть функция одной переменной, Пси. И вот он явно просто явно выражается. А ФН, ФН это числа просто, они связаны с Эвер Квиттоном и предварительно Эксин регализовал этот интеграл, его вычислил как сумму стационарных точек, вот то, что я называл, зафиксированных точек некоторой симметрии, которая двигает точки с пространством модно. Ну и подтвердил это себя. Конфортная теория. Конфортная теория поля. Значит, мы предполагаем, что существует некоторая база с пространства локальных полей. Конфортная симметрия является, описывается алгебра Ассора. Алгебра Ассора – это такая алгебра Ли, только бесконечные меры, потому что индексы n прибегают к значению 0, плюс минус 1, плюс минус 2 и так далее. То есть здесь бесконечное число имеется генераторов у этой алгебры, а они удовлетворяют вот этим соотношением. Один генератор… Есть много генераторов ЛН бесконечно много, и один генератор С, который называется центральным зарядом, который коммутируется со всеми ими, поэтому может рассматриваться как просто константы, и эта константа – важный параметр данных, который в теории условий. Константство локальных полей излагается по мультиплетам. В силу того, что есть эта симметрия, значит, поля объединяются в мультиплетах таких представлений относительно этой симметрии. Но все пространство полей является приводимым представлением, сумму неприводимым. Каждое неприводимое представление в теории поля устроено так, вот оно называется здесь такой скобочкой FIDELTA, оно устроено из поля FIDELTA, поля локального FIDELTA, которое называется примарным полем, которое преобразуется просто при конторном преобразовании, я не буду говорить как, и из него все остальные поля, принадлежащие к этому мультиплету FIDELTA, получаются применением как операторы рождения N-1, N-1, N-2, упорядочные где-то генераторы излагопроводства. А всего может быть сумма, некоторое конечное. Каждое такое пространство является бесконечным мерным, содержит бесконечное число полей. И таких пространств может быть грибы несколько конечное количество, в таких случаях есть, они называются минимальными моделями, скажем, модель Исинга в точке перехода, она содержит всего лишь три таких представления. и, значит, может быть бесконечное число счетное, и может быть континуальное, как в теории времени. Наконец, аксиома оператора аналгебры заключается в том, что, когда мы берем произведение двух полей, вот такого типа, то это выражается через, разлагается по полям такого же типа. Вот эти константы, и эти константы, они разделены, видите, на два саможета, так сказать, это стоит перед полями, какая-то констант, учитывает вклад полей данного поля, примарного дельта-2, и всех его партнеров по мультиплету, называются они потомками, и вот внутри мультиплета. И вот конформная симметрия просто точно фиксирует вот эти константы, структурные константы. Вот. Теперь АГТ-соответствие. АГТ-соответствие происходит, можно сказать, условно так, имеем калибровочные теории с одной стороны, четырехмерные, суперсимметричные, имеем двумерные конформные теории. И пробежуточный объект, это интеграл, функциональный интеграл, садится на интеграл пространства модулей инстантонов, параметров инстантонов, конечный мирный интеграл, и, при вычлении, и господи, еще локализация, Мекрасовым, даёт некоторое выражение для различных статусов, отличается различным статусом модулей теории в теории в голове, но времени у него сейчас нет, а с другой стороны, конформа теории в голове, имеется соответствие, о котором мы здесь говорим. Вспрашивается, как можно оба... суббар теорию на электритном пространстве, просто Р4 и установили, что соответствующий статусом равняется конформному блоку в двумерной конформе теории в поле или лугили, правда, доможенному на некоторый множитель. Статусома не равняется не конформному блоку, а конформному блоку, можно так выбросить множителю, единицы минус z в некоторой степени. А затем этот множитель, как потом было понято, этот множитель надо интерпретировать, как то, что алгеброй симметрии в этой конформной теории Кури является не алгебра Верасора, а алгебра Верасора плюс алгебра Гессенберга, такая самая простая из алгебр, которая дается операторам рождения и уничтожения. Амин. Таким образом, здесь алгебра ВГТ в случае, алгебра равнял десенберг плюс Верасора, плюс Верасора. Спрашивается, что происходит с другими теориями? Вот в работе Боря Флегина и Володи Беларина была высказана такая депортсиза, что если мы рассматриваем СУН, Янг-Вегеранс, на пространстве четырехмерном факторизованном по циклической группе ЗП, такой орбифол, то есть мы рассматриваем поля, которые, мю, которые удовлетворяют сравнению агности, плюс тому, удовлетворяют дополнительные симметрии, ЗП-симметрии, скажем, З2-симметрии, то это связано с некоторой другой алгебр, конформенной теорией поля, с другой алгебр, которая здесь частично написана, на самом деле. И дальше это высказывание можно понимать как гипотезу, доказательством которого было бы построение явного базиса пространской планы, которые удовлетворяют, на котором действует эта алгебра и которая, с другой стороны, характеризуется вот этими данными геометрическими. То есть каждый элемент базиса характеризуется той фиксированной точкой, которая здесь есть, ну и так далее. Нормы этих базисных гипотезов совпадают с детерминатами. Вот. Простейшей проверкой этой гипотезы такая замечательная штука. Вот мы можем, чем характеризуются фиксированные точки в разных случаях, которые здесь написаны. Они характеризуются связкой и с пачкой из N диаграмм Юнга с общим числом, сумма числа предок равным патологическому заряду, раскрашенным в P цветок. в шахматном порядке. Ну, в 20 это понятно такое в шахматном порядке, а в 3 цвета это значит. Белое, красное, зеленое, белое, красное, зеленое. Так, раскрашены сначала первая строчка, вторая строчка. Вот. Значит, мы можем засчитать, сколько имеется таких диаграмм с данным числом, с общим данным числом и проверить Сколько имеется таких диаграмм? Мы спрашиваем с другой стороны в пространстве представления этого мы можем посчитать размерности тоже пространства за данным числом ну, тоже там некоторые уровни можно ввести и проверить совпадает для того, чтобы это не тривиальное натуральное утверждение. Ну, а доказательство, я говорю, было построение этого Вайса, что тоже сделано, только в двух случаях, на самом деле, до сих пор. А Вайса замечательно, потому что он дает ответ, явный ответ теорий вот вот здесь, опять же, общее утверждение насчет и вид написано, утверждение такое, что коэффициенты это операторная алгебра сейчас, коэффициентная операторная алгебра сейчас. коэффициентная операторная алгебра То есть во что слились два, давайте на D не будем обращать внимание, вообще D. Тогда при слиянии потомка N1, потом N, возникает характеризуемый N, N это такой мультилектор, N обозначает намок чисел N1, N2 и так далее. Возникает N2, потом характеризуемый N2. Вот это Кефсен, это просто число, оказывается, значит, это соответствие заключается в том, что он равняется, он равняется, вот, смотрите формула, эта структурная константа, оказывается, она выбирает статсумы в фундаментальном представлении, которое имеет замечательно простой и совсем явный миль. Это есть просто статсумы, это есть просто произведение. Вот предположим, что группа была бы СУ, приборовочная группа была бы СУ1, такой группы нет, это чисто формат. Тогда вы можете забыть вот такое произведение, диаграмма только одна, только одна диаграмма. И тогда нужно вычислить произведение по клеткам, диаграмму, вот клетку, вы можете принимать в любую из этих клеток, по клеткам. Вот от такого выражения, которое есть, неграссовский параметр, Эпселен 1 и Эпселен 2, минус вот эта функция, ну, второй можно ее устроить так же, и наоборот вот этот, потому что. И эта функция, она просто, видите, равняется вот чему, равняется Эпселен 1 на ногу этой клетки, относительно диаграммы нога, это число клеток ниже этой клетки, плюс Эпселен 2, неграссовский параметр, на руку этой клетки, в данном случае 2, это число клеток справа, плюс 1. То есть это совершенно явное такое выражение, которое просто рационально даже превращается поленомом, зависит от параметра А еще, от параметров Эпселен 1 и параметров А. Эпселен 2 параметры это и крассовские 2 параметра, а параметр А это среднее от скалярного поля. Вен-2 суперсимметричная теория супермультиплет состоит из векторного потенциала именно от скалярного поля, который принадлежит, ну, еще Фермионов, который принадлежит к тому же самому присоединенному представлению. А это вакуумное среднее для А. То есть вот такое простое, явное совершенно выражение дает нам структурные константы. А куда надо направляться? Наверное, на проект. Правильно? Да, не обязательно. Логично. Да. Тут надо чуть подождать, он чего-то тормозит. Может разрядить? Несколько раз да. Проскочить старше. Да, да, принято. Может разрядил батарею? Не знаю. А там кто-нибудь есть? Не знаю. Не знаю. А там кто-нибудь есть? Филипп, там нельзя только руками. Филипп. Сейчас там перец. А он не щелкается? Ну-ка. Повис. Блин, а немножко-то работает. Мушка-то работает. О, пошел. Только что-то он подвесает. Может последний слайд? Нет. 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 Включить? Да. У меня есть еще целый пятый. Можно вывести? Черный окошко. Не помню. Да. Сейчас проверю. Не работает эта штука. Не работает? Нет. На этом слайде. Значит, еще немножечко о том, как описывается инстантон. Инстантон описывает, смотрите, как замечательно. Постремовка. Значит, мы хотим решить вот это уравнение. Это меню, это элементарь. Для того, чтобы это сделать, с топологическим числом n это статурное решение. С топологическим числом n. Мы берем две матрицы. b1, b2. Это матрица n. Еще одну матрицу i называется n на 2. И еще одна матрица j, главная матрица. То есть такие две прямоугольные и две квадратные. Дальше. На эти матрицы накладывается вот такое уравнение. Не любая матрица, соответственно, инстантон. Легко посчитать, что сколько имеется матричных элементов, причем этих четырех матриц, гораздо больше, чем 8. мы. Мы накладываем, значит, уравнение. Я сейчас, в случае Су-2 здесь говорю. Уравнение. Это уравнение и вот это уравнение. А кроме того, нужно адрес действительной той самой матрицей, которая отличается преобразованием из унитарной группы. У n. То есть, скажем, матрица v1, за ним нет на утреезд, v1. У v2 то же самое. Вот если сделать такую замену, то эти уравнения остаются ингредиантны. И такие для матриц, будем считать, считаются соответствующей одной и той же точке пространства. Пространством. Дальше. Нужно из этих матриц оставить вот такую матрицу, уже зависящую от координат. z здесь. z это фатернион. z1 и z2. z1 это комплексный слой. z1. z2. 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 z3. С. z2. 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 Бoud ligefl croisение И есть замечательные слова в структуре. Так, все. Аня. Ладно, все, заканчиваем. Хорошо. Все, давайте на этом закончим. Давайте на прошлом, давайте на следующий день. Давайте пять пальцев. Остается небольшой перерыв. И в 8 часов состоится то, что называется «Локен Парк», объединенный с ужином. Значит, будет происходить это. Сейчас я вам объясню, как. А, я не знаю, тут же половина, ну, половина, греть народу была уже, как было. Хорошо. Значит, у всех. Ну, только когда я не пью. Там, та половина, кто раздает, 8 часов. А ужина не пью. Нет, ну, у меня. Можно я еще сделаю одно предложение? Да, заберем. Для тех, кто вдруг действительно заинтересовался третьим замечательным сюжетом, я могу сказать, что нужно слушать эти лекции, которые всегда, в 3.30 начинаются на большом коллективном. Продолжается, сейчас выкинь. Надо ко мне подойти и поставить. А, да, правда. Ну, значит, у нас в день 5.7. Вот, мы оба выдали. А, еще объявление. Кому нужно отметить до лодировки, отдайте их мне. И все. Выдается только по факту. Последние декции. Ну, что, пусть оно... Ну, вот, как раз 36 минут, а тут добить 10. И, ну, вот. Существуем. Сейчас 15 минут, а то есть. Только вопрос писания закончится. Ну, не торопится, что завтра будет. Часто. А что, тут забирать? Нет, да. Теперь там... А, да. У нас только... Ну, дальше, у нас есть интересный город. Есть интересный город, вы же это больше пользуêuлиемой базой. В этом возрасте. Продолжение следует... 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 Если же после завтра, надо уехать за мной на лекции, да, если надо. Здравствуйте. Да. Ну, если не получится уехать, то можно будет в следующий раз попросить Мишу. В этот раз я буду рассказывать, в следующий раз я пропущу, Миша будет продолжаться. Можно попросить Парка, в следующий раз, сказать. Не получится, когда-то приедет, скажите, не повторяйте, не было ощущений. Спасибо. Продолжение следует... 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 Итак, то тогда, то тогда. И это выражение превращается в обычное выражение, для ZP фундаментальная, которое есть у нас, в стандартном выражении. Т.е. оно переходит в пределы не имеющих таких гостей, в основном здесь, и будем продолжать писать. Там, когда Q приходит в единицу, то поправим, то петали расковываем, и это превращается в обычное выражение. Ага. Да, а по реном Макдониду, в этот пример, переходит, преном Макдониджа. И переходит то, что мы никак знаем. Преном Макдониджа. ЗП фундаментальная, это как раз в случае Калцина, Белкова, в гостейшем случае, Русуаги. У них не появились преном Макдониджа. И поэтому, значит, мы можем думать, что… Я про предыдущий случай, потому что вот такая запиха на Литании при Новом Джеке, я слышу, что в том, что они приятны, в режиме арчисты… А до работы мы у нас, где это в росте, либо в росте, либо в росте… Спасибо. 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 И эти разные не дают точность, что они не конкретно начинают различаться. Это речь намного правила, другого правила. В общем, то, что нужно. А тогда мы начинаем посмотреть, во что то или иное могло быть. Это не просто. Она и территория тоже. Давайте полином, который рассматривается в своем углу. То есть, получается, из этих полиномов углов. И вальность тем самым состоит из этих полиномов углов. И мы используем эту тему.